Вы знаете, очень сложно, ну вот про национализм, да, очень сложно иногда договариваться разным народом, особенно мусульманам и христианам, да, вот как их, как вот это совершенно, у нас разные видения, да, разные традиции, и поэтому, вот на мой взгляд, нужны какие-то вот еще помимо наших народов, что-то даже какие-то грамотные люди, которые сумеют нас, ну как бы объяснить, объединить, да, в этой переговорщике, грубо говоря, может быть, создать какие-то такие общества, которые смогут разъяснить и найти какие-то пути соприкосновения, чтобы мы не ругались, не воевали, чтобы, например, горячий, там, южный народ, да, велся как-то, ну, на территории России, ну, поаккуратнее, да, потому что, ну, темпераменты разные, взгляды на жизнь разные, религия разная. Также националисты, вот если между ними не будет переговорщиков каких-то, ну, это реально, да, знаете, как болельщики, они все равно будут драться, либо выйдет какой-то переговор, ну, как бы посол доброволи, который грамотный и профессиональный человек, который сможет объединить две стороны, понимаете, о чем я говорю? То есть иногда люди не слышат друг друга, да, как муж и жена ругаются, и сидит адвокат, который спокойный, или психолог, который, или там, психоаналитик, или семейный там, психолог, который спокойно эти уравновешивают две стороны, которые в темпераменте, да, в эмоциональном каком-то раздрае. Так же и националисты. В этом слове уже есть что-то такое, ну, такое агрессивное, да, националист. То есть как бы патриот, да, это круто звучит, а националист, как-то вот энергетика слова уже не очень. Поэтому мне кажется, что нужно вот уж слишком горячие волнения, чтобы грамотные люди все это выравнивали. Кто это будет, я не знаю, как это будет, тоже не знаю. Спасибо.